Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, старше 16 лет в том числе. В эфире Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня подводим финансовые итоги недели. Сегодня знаменательный сам по себе день. Сегодня пятница, наконец-то. Шутку сегодня я, видимо... Черная пятница. Ну ладно, черной пока не надо. Шутку сегодня, видимо, старую, но тем не менее, мне понравилось, я сегодня услышал, что мы все с вами, как Робинзоны, мы все время ждем пятницы. Вот сегодня она настала, и слава богу, но прежде чем заняться какими-то личными вопросами, мы все же обязаны подвести финансовые итоги недели. И сегодня у меня в гостях я представляю Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайф Капитал» про Бизнес Банк. Добрый вечер, Леша. Добрый вечер. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институционной группы «Универ Капитал». Добрый вечер, Дима. Ну, в связи с пятницей, каково настроение? Такой уж риторический вопрос. Хороший. Хороший. Леша. Сегодня погода днем была хорошая, поэтому... Солнышко светило, да? Да. Прям как-то радостно. Успокоило немножко. Пасмурность это уже так напрягает, конечно. Пора бы определиться. Кстати, наверное, все то же самое можно сказать и рынкам. Пора бы уже, ребята, вам определиться. Уже солнце должно в конечном итоге каким-то образом взойти над этими площадками финансовыми. Ну, давайте традиционно мы посмотрим на картину маслом. Хотя нет, прежде, прежде, уважаемые слушатели, для вас 6510-99,6, код Москвы 495. Это телефон в студии. Звоните, задавайте вопросы. Далее, финам.фм. Этот ресурс для того, чтобы задавать вопросы и комментарии давать. И еще одна возможность есть для того, чтобы не только слушать, соответственно, спрашивать, но и смотреть на все, что происходит в этой студии. На сайте финам.ру в разделе видеосеминары вы можете присоединиться к многомиллиардной аудитории клиентов компании финам. Ну, и теперь я картину маслом рисую. Традиционно на это время. В 18.06 в Москве мы смотрим, что происходит на финансовых рынках. Вяло текущая, да, вяло текущая сегодня была динамика по известным причинам. Вчера не торговались американцы, у них короткий день, связанный вот с тем, о чем говорил Леша. Сейчас мы у него, кстати, спросим, что же это. Понимаешь, когда в программе, посвященной финансовым рынком, звучит слово черное, пятница, понедельник, вторник, да, сразу начинают собираться мурашки по всему телу. И ты думаешь, боже мой, что опять началось, может быть. Это, слава богу, не касается, правильно? Это не касается финансового рынка. Но потом расскажешь, что это значит. Итак, основные индикаторы рынка отечественной РТС сегодня чуть выше 0,6%. ММВБ также забавно. Значит, в первом случае 1329, в втором случае 1311 текущие его котировки. Ну и еще раз повторю, все было достаточно скромно в течение дня. Нефть марки Brent в районе 110 крутится, вертится. Шар голубой, да, 110,57 за бочку сейчас стоит Brent. Золото 1732 тоже, в принципе, не особенно движется. Евро-доллар вот незадолго до нашей встречи начал атаковать 1,29 снизу. И пока успешно 1,2930 текущая котировка этой валютной пары. Ну и основной набор голубых фишек отечественного рынка разнонаправленно. Зеленый и красный, ну и без особого интереса. Кстати, за эфиром мы тут обсуждали, не мы точнее, а мои гости уважаемые обсуждали ситуацию, связанную с Роснефтью. Да, и с тем, в общем, много всяких интересных в связи с этим мыслей. Если не возражаете, мы попозже озвучим их. Ну что ж, вот такая картина маслом на это время. Американцы присоединяются к нам чуть... Или они сегодня не торгуются тоже, Леш? Нет, у них сокращенные торги сегодня. Два с половиной часа полной акции. Понятно. Ну посмотрим, да, тем не менее, через полчасика они к нам присоединятся. Я посмотрю, как это выглядит. И это, наверное, тоже не особенно, да, не особенно динамично это будет. Ну и начнем, давай вот, чтобы интригу не держать, не держать слушателей, так сказать, в подвешенном состоянии. Что же за черные пятницы сегодня? Ну это не потому, что господин ведущий в красивой черной рубашке. Я бы... У нас программа сколько там? До 16 лет, да? Такое слово. 16 с плюсом, да. 16 с плюсом. Халявная пятница, это халява, слово халява. Ну ладно, халява, там все-таки скидки, понятно, большие, но деньги платить придет. Большие скидки, это халява. То есть начало сезона распродаж в Соединенных Штатах, я, честно говоря, не знаю, почему они черные называют. Черные, наверное, для тех, кто вынужден скидывать эти цены. Я тебе хочу сказать, я прочел, кстати, по этому поводу тоже, что ритейлеры, которые в эту черную пятницу, значит, ну придумали там, да, или которые участвуют в этом мероприятии, они треть годовой выручки делают за один день. Да, надо сказать, что, может быть, это не имеет напрямую отношение, но раз уж зашла речь, в отличие от наших распродаж, да, у нас как, если вы видите где-то минус 60%, значит, до этого было плюс 200, потом минус 60. Это нормально. У них действительно, действительно, скидки колоссальные, то есть, та вещь, которая, грубо говоря, стоила весь год 1000 долларов, там можно, например, ее купить за 300, за 350. Ну, и непонятно. Ну, как говорится, к сожалению, день рождения только раз в году. Ну, да, и непонятно все-таки, почему она черная, и для кого она черная, ну, не для продавцов, наверное. Это маркетинговый ход, она для всех очень хорошая, но... Ну, опять, проблема, наверное, еще в том, что народ, который, понятно, да, озабочен этим, что надо купить максимум товаров именно в этот день, ему тоже нелегко приходится. Представляете, какие круги надо нарезать, чтобы, да, сначала здесь успеть, потом... Давка там бывает реально всякие, господятки иногда случаются. Они концу вечера, наверное, черные уже все. Усталости. Усталости. От пыли. Боже мой, как же нелегко американцы, я все время, каждый раз, да, тяжело, тяжело. Прихожу к этому мысли, как им нелегко живется, столько у них соблазнов разных. Разно у нас, у нас как хорошо. Ну, кстати, интересно по поводу черной пятницы, что уже заговорили, то по динамике, как раз-таки с 9-го года, там колоссальный рост, причем поступательное восходящее движение по объемам продаж, более 500 миллиардов долларов за один день, да, это обороты розничной торговли. И, ну, на цифры 11-го года, да, в этом году ожидается еще больше. И что любопытно, да, сделали в этом году, запустили черную пятницу еще в четверг. За они. Да. То есть еще в день благодарения они разрешили, значит, старт этих продаж. Это тоже маркетинговый ход или здесь какой-то другой? Это маркетинговый ход, я думаю, что это еще, конечно же, очень благоприятно может сказаться на статистике. Потому что, естественно, скорее всего, не будет удвоения, да, потому что деньги не резиновые, даже в Соединенных Штатах. Даже в Соединенных Штатах. Я бы знаю, что у них резиновый печатный станок. Они у них лучше, да, чем резиновый, но тем не менее, но тем не менее, я думаю, что ждать удвоения продаж, конечно же, не нужно. Ну, какой-то плюс, безусловно, если бы это был один день. Ну, то есть это не только маркетинговый, это такой еще, если хотите, политический ход. Ну, в общем, да, да, конечно. Я считаю, что это удачный бизнес-ход просто. Люди делают бизнес, ну и нормально. Ну да ладно, люди делают бизнес, давайте посмотрим, а мы что делаем в то время, пока люди делают бизнес. Итак, мы говорим о финансовых ток недели. Леша, давай я с тебя начну. Собственно, что происходило на этой неделе, она короткая, да, и, наверное, об этом прежде всего стоит упомянуть. Но тем не менее, те дни, которые торговались активно. Ну, вот если говорить про индекс ММВБ, я буду про рублевый индекс говорить, то фактически чем этот индекс занимался? Ну, он плясал вокруг плюс-минус ноль от начала года, да, то есть год начинали с отметки 1403, да, и вот были ниже, были выше, пытались пробить 1410. Я думал, что, может быть, вчера или сегодня хотя бы попробуем там 415-420, нет. В общем, плясали вокруг отметки 1400, а если закроемся повыше, закроем повыше неделю, ну, как бы, слава богу, нам есть там некий такой уровень фибоначчина, на нем мы как бы лежим сейчас с технической точки зрения. Понижательный тренд, который мы начали с сентября с отметки там, по-моему, 1500, если не ошибаюсь, пока он не пробит, значит, нужно где-то еще там 15-20 пунктов снизу вверх проходить в сопровождении объема, ну, как всегда. Для того, чтобы быки действительно праздновали победу. Ну, вот, к сожалению, нет. Все это откладывается до следующей недели в связи с тем, что шоу европейское, да, там, Санта-Барбара, там, 221-й серии продолжается. Продолжается, да. Если мы еще раз вернемся, то есть и в предыдущие все свои визиты к вам и всем, также коллеги мои, все говорят о том, что, да, три основных поинта, как бы, да, Соединенные Штаты, выборы прошли, после выборов нам немножко неприятная такая коррекция состоялась, Обама напугал всех тем, что крупным корпорациям надо будет затянуть пояса. Да, крупные корпорации у нас все составляют основы индексов. Прошла коррекция. Но, но, посмотрите, достаточно быстро, то есть, 2-3 неприятные торговые сессии и все. И уже, так сказать, прошла новость о том, что, фактически, уже второй раунд переговоров по фискальному обрубу уже принес позитив. Все, рынки отскочили. В отличие от Соединенных Штатов, да, и уже уже Черная Пятница, уже мы сегодня говорим о том, что и цифры могут быть хорошие, то есть, как бы, господин Великий... И даже надежда на какие-то рождественские... Да, господин Великий Доллар. Все быстренько, так сказать, свои дела. Понятно, что, может быть, там, в глубине не все так хорошо, но быстро все обтяпали. А в Европе все продолжается, все эти фокусы. Значит, не могут утвердить бюджет Евросоюза. Без утверждения бюджета Евросоюза нельзя выделить помощь Греции. В Германии, как я понимаю, будет голосовать за те цифры, которые, возможно, будут приняты только вообще 30-го числа. Вот я слышал такая новость. То есть, нам еще неделя обеспечена этого сериала. Соответственно, рынки будут цепляться за какие-то промежуточные высказывания, какие-то цифры и пытаться как-то на этом играть. Но вот то, о чем говорили в начале передачи, да, те цифры по евро, которые озвучивали, я, честно говоря, не ожидал такого оптимизма. Но с формальной точки зрения мы должны констатировать что? Что по евро, по всей видимости, идет закрытие коротких позиций, да, и на ожидании, возможно, каких-то решений в начале следующей недели... В понедельник они обещали опять встретиться. Растет евро, растет. Хотя я думаю, что при приближении к отметке 1.30, там, может быть, чуть выше, там сильное техническое сопротивление. Поэтому, я думаю, там будет не так просто выше. Ну, я думаю, да, и уже в принципе-то такой зоне достаточно. Теперь, теперь это вот, если говорить... Леша, 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 сейчас прерываемся, мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжаем этот увлекательный разговор. Итак, продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Подводим финансовые итоги уходящей недели. А гости сегодня Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций Life Capital Pro Business Bank и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований институтной группы Univer Capital. Собственно, Леша, я предоставляю тебе слово. Продолжай, пожалуйста. Итак, что же мы видели на уходящем деле? Да, был разговор про индексы. По большому счету, индекс ММВБ ничего интересного не показал. Да, небольшой какой-то отжим от своего минимального значения 1360. Но по бумагам были несколько более интересные истории. Значит, в начале недели пыталась дальше двинуться Роснефть. Да, и было 250 вверх. Да, 252, 253. Я, честно говоря, думал, что пошло вот это движение там на 250. А логика есть в этом? Событие прошло, отыграли. 250, кстати, называли многократно цели. Можно говорить, там подняли таргет прайсы просто. Таргет прайс, если ранее... Грубо говоря, вот те цены, которые были в понедельник, это предыдущий консенсус. То есть консенсус был на Блумберге там 252, 255. А сейчас уже вот ведущие дома начинают уже поднимать там 290, 300 и так далее. О как! Вот. И вроде бы как пошло вот это следующее техническое движение, но сорвалось, не получилось. Да, и в результате фиксации. Что еще интересно? Сбербанк идет, отжимается от минимальных значений, от 84 обычка путешествует. Путешествует и сегодня уже, так сказать, пришла, приползла там как угодно, к 89. И PREV тоже. От 60 рублей практически чуть ли не до 65 дошел. Причем я не думаю, что это связано только с закрытием коротких позиций. Я думаю, что там есть и так называемая натуральная покупка. Ну, из новостей можно связать это с хорошими прогнозами по результатам Сбербанка. Возможно, хорошими результатами в следующем году, да, что прибыль останется на достаточно высоком уровне. Потом сегодня, вот в конце недели, у нас, я бы назвал, сегодня день в целом был вялый, но сегодня день энергетика. День энергетика. Сегодня ФСК и МРСК холдинг там плюс 5-6 процентов менялись там. Первый, первый, за ним второй и так далее. Это забавно вообще, да? В праздник день энергетики у нас растут энергетические... На самом деле это неплохо, неплохо. Значит, есть позитивно, довольно много позитивных новостей по, в частности, МРСК холдингу, чуть раньше по Росгидро. И все это связано с фигурой нашего уважаемого президента, да? Да, вчера он, да, вот так откровенно по этому поводу прошелся. То есть интересные истории... Леша, извини, пожалуйста, сейчас мы об этом обязательно поговорим. У нас есть звонок, чтобы не мучить нашего слушателя. Окей. Давайте поговорим с ним. Итак, Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Клод, добрый вечер, да. Я бы хотел как раз зацепиться еще за тем, чуть-чуть Евро поговорить. Что вот может как раз вот 31, да, где-то такой сильный уровень сопротивления. И что может явиться, как говорится, триггером для того, чтобы... Чтобы он туда пришел? Нет, чтобы оттуда он пошел обратно. Потому что, ну, как я понимаю, и если там... Или как раз объясните, насколько, если это влияет вообще, что там 1,35 для еврозоны достаточно плохо. И что-то они подтянут для того, чтобы Евро поехал все-таки в свой коридор такой 27, 25. Тем более сейчас вот Айфо вышел по Германии, очень хороший, да, на чем Евро вроде... Ну, у них всегда есть карта в рукаве для того, чтобы ехать. Что может быть? Вот можно оттуда шортить, где-то от 31 будет? Подтянут они какую-то новость? Или неважно им, 1,35, там, ну, 1,40, наверное, действительно тяжело, но это и не будет, не на чем раз. А можно ли вот в таком русле, да? Спасибо, спасибо, Владимир. Давай, Леш. Я больше технически смотрю. То есть есть там техническое сопротивление? Там есть, это максимум сентября как раз. То есть можно, можно, конечно, просто встать, как бы, да, и открыть какую-то небольшую часть позиции в шорт, надеясь на то, что не пройдет. Потом уже ждать, если какой-то разворот, какие-то подтверждающие сигналы. С точки зрения новостного фона, ну, как бы, да, то есть вот Германия, самая крупная экономика еврозоны, очень хорошие бенефиции получила за предыдущие два года за счет слабости евро. Что они придумают, но мне кажется, что та ситуация... Там особо придумать нечего. Я думаю, достаточно каких-то очередных беспорядков, да, где-то там в Греции, или сказать, что мы хотим завтра из еврозоны опять выходим, и начнут опять открывать короткие позиции люди. Их там в рукаве этих карт, чтобы... Я вот по поводу укрепления евро, я скептически настроен, да, это мое, как бы, личное мнение, посмотрим. Дим. Вы знаете, я на коротке, наверное, наоборот, как раз вот ожидаю, что будут эти вопросы. Пытался сегодня с точки зрения техники более узко посмотреть днем. И у меня ощущение больше, что светит 1.32. Конечно, сейчас вот 1.3 — это очень сильный уровень, и там несколько сходится. Это горизонтальное, это диагональное сопротивление, там много всего. Но технически смотрится все-таки 1.32. Там вот уже дальше вопрос, что будет. Потому что, в общем, 1.38, если посмотреть, там, недельки, например, 1.38 выглядит очень-очень реальным. 1.36 — 1.38. Хорошая трехволновка вверх, да. Мы сейчас как раз в ее начале, фактически. Первая третья этой трехволновки. Последней волны третьей. Но скорее здесь разумнее говорить о фундаментальном фоне. И вот смотрите, интересно, после этого вот короткого снижения, когда снижались американские индексы, мы все валились, евро начало разворачиваться немножко раньше, там, на несколько дней раньше. После этого остановилось падение в США и пошел тоже разворот вверх. У меня ощущение, скорее, да, от новостного фона, от динамики новостного фона, что все-таки в ближайшее время, то есть это следующая неделя или уже первая неделя декабря, должно быть разрешение все-таки какой-то ситуации по Греции. Естественно, что оно будет только положительным. И то, что по Кипру нормально принято решение, то, что по Франции, по крайней мере, не наступил вал снижения, да, это очень хороший сигнал, говорит о том, что, наверное, здесь в евро оптимизм будет. А с точки зрения того, что в Штатах тоже, вероятно, поступление позитива, но уже по поводу того, что они договорятся, да, а скорее всего, значит, они договорятся и о расширении потолка госдолга, что неизбежно придется делать. Там уже, скорее всего, как раз можно будет говорить о том, что 1.38 новостной на коротке будет более вероятен. Естественно, что с точки зрения торгового баланса, безусловно, чем дешевле и чем более дешевой все время становится валюта, тем лучше. Но, с одной стороны, это более фундаментальный фактор, более длительный, да, вернее, во времени. И это совершенно... Если сейчас евро сходит на 1.38, это не значит, что летом мы не увидим его на уровне 1.18. Вот это как раз очень даже может быть. После немецких выборов приходит, скажем, Ангела Меркель не победила, Германия отказывается поддерживать Грецию, Испанию, Португалию, Италию и хочет развивать, например, зеленые технологии, зеленую энергетику активнее, развивать, для чего ей нужны деньги. И вообще она, может быть, собирается выйти из Еврозоны. Все, вот вам, пожалуйста, будет 1.18. Поэтому на коротке у меня все-таки, скорее, взгляд вверх и технический, и фундаментальный. Ну, могут прорваться, да, я соглашусь, могут прорваться. И там наверняка люди есть и в коротких позициях. Те, кто ждал, что в этом сейчас до конца года будет, там 1.20 и 1.22. Да, вот их всех вынесут, потому что, к счастью или к сожалению, да, то есть рынки финансовые, они не всегда отражают фундаментальные показатели. Фундаментально там еще работать и работать. Согласен, согласен. А теперь речь идет о валютном рынке, собственно, он все время движется в ту или иную сторону. Поиски некой балансовой такой, да, соотношения баланса одной валюты к другой. И с технической точки зрения действительно я соглашусь. Вот это максимум сентября, ну, 31.70 там был максимум, до 32 тут недалеко. Ну, и кстати, кстати, вот по поводу той валютной картины, да, которая сейчас была озвучена, соответственно, можно надеяться, что если вот в ближайшие там три недели все это будет разрешено, у нас будет какой-то микроралли, значит, мы закроем год тогда по индексу МВБ где-то плюс там 5%, ну, может быть, чуть выше, то есть 1470, может быть, 480, и будем очень сильно этому радоваться. Да, то есть вполне логично все складывается. Ну, по крайней мере, время для этого есть, то есть такой сценарий может быть. Я понял, спасибо. Спасибо, значит, вернемся к обсуждению событий прошедшей недели, и я хотел бы, Дим, ну, твоя тема, прежде всего, хотел бы на сырье посмотреть, на рынок нефти, на Ближний Восток, на возможность договориться или не договориться, что-то там тоже какие-то события происходят, так и есть. Вот это очень хороший вопрос. Странный. Ближний Восток — это просто блеск, потому что утром приходишь, открываешь две ленты новостей, в одной, скажем, нефть растет на, там, неопределенности на Ближнем Востоке, через 15 минут другая лента, и там нефть дешевеет на неопределенности на Ближнем Востоке, то есть это просто чудесная вещь. Ну, Дим, будь, пожалуйста, снисходительным. Я снисходительным, мы с вами так часто пишем. Откуда появляется информация в ленте новостей? Это все понятно. Просто на Блумберге, когда они пишут, у них есть шаблоны, есть вот как бы... Конечно, заполнить свободненькие там квадратики, циферки поменять. И не просто заполнить, а очень быстро. Очень быстро. Очень быстро заполнить. Сначала сделай, потом подумай. Но это действительно нормально, и нормально, к сожалению, потому что эта неопределенность сохраняется, и будет сохраняться еще очень длительное время, и более того, она, в общем, всем участникам удобна. И если посмотреть посерьезки, то нефть, в общем-то, никуда не двигалась всю эту неделю. Вот эти колебания, которые мы наблюдали, отчасти они обусловлены были скорее даже неопределенностью на Ближнем Востоке, потому что когда говорят о том, что конфликт в Палестине может привести к приостановке поставок, ну, в общем-то, в той форме, в которой он был, это маловероятно. Крупная наземная операция с какими-то санкциями со стороны добывающих основных государств, ну, это тоже, в общем-то, но в текущей ситуации все-таки маловероятно. Столь жесткая реакция со стороны Саудской Аравии или Эмират. Поэтому, в общем-то, нефть скорее реагировала на то, что происходило в Европе, и на то, что происходило вокруг договоренностей в Конгрессе. И там как раз было видно, что гораздо сильнее движение, порядка 2% на первых позитивных данных со стороны Конгресса, со стороны переговоров в Конгрессе. То есть я правильно тебя понял, даже нефть сейчас больше реагирует не на события? Сырье, сырье, конечно, и золото тоже самое, но реагирует на... На прогнозы по потреблению, на будущее. Забавно. Хороший прогноз выходит, что потребление, так сказать, останется на уровне, или, не дай бог, вырастет, все сразу это позитивно. И опять же, даже если говорить о прогнозах непосредственно, скажем, относительно нефти, можно посмотреть на прогнозы от Международного энергетического агентства, можно посмотреть от Агентства энергетической информации Минэнерго США. Там, ну, естественно, они более долгосрочные, да, но там они даже противоположные по лидерам добычи в будущем. Я понял. Дим, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем наш разговор, уважаемые слушатели. Обсуждаем сегодня финансовые итоги недели и вернемся, Дим, к разговору о рынке сырья. Еще раз я тебя же практически процитирую, правильно я понял, да, что сейчас ситуация следующая, что даже и сырьевые активы не реагируют, как логично было бы, да, на события, вот, в частности, Ближнего Востока, а смотрят опять, наверное, Штаты и больше даже на политическую составляющую. Скорее, скорее, да, просто, ну, это тоже можно объяснить, потому что когда все хорошо в экономиках, в экономиках стран-потребителей, то, естественно, что становится вопрос, что будет с предложением, да, сейчас там. И, естественно, сразу очень чуткая реакция на то, кто там чихнул на Ближнем Востоке, потому что, действительно, из этого чиха могут быть, по крайней мере, там, может быть, краткосрочные, но довольно какие-то радикальные последствия, да. А когда основной вопрос, это что будет со спросом, то все и смотрят на то, что будет со спросом. А что будет с предложением, учитывая ту колоссальную пиар-компанию, потому что скоро нефтью зальются и Соединенные Штаты, и Канады, и все остальные, то, естественно, что... Это пиар-компания все же. Ну, на 50%, конечно, это пиар-компания, потому что... Я думаю, что залив нефти больше не станет. Даже если станет и сланцевая, и шельфовая, и северная, насколько это дорогие проекты. Знаете, Шелл, посмотрите на ее работу, вот уж, действительно, лидер шельфовой работы, так на Аляске она до сих пор не может проект запустить, БП заморозила. Поэтому это, действительно, тема будущего, действительно, США могут стать, если захотят лидерами по добыче, но нефть от этого дешевле не станет. Если только это не будет абсолютно субсидируемой отрасль Соединенных Штатов. А такое возможно вообще, да, что они... Теоретически, да, у них же сланцевый газ, это абсолютно субсидируемая отрасль. Хорошо, хорошо. Вернемся на отечественный рынок. Есть вопрос, ну и, собственно, его давайте мы попытаемся обсудить, тем более, что разговор об этом был. Андрей спрашивает, сходим ли мы, на ваш взгляд, еще на 250 по Роснефти? Ну, я думаю, что обязательно сходим. Сейчас в свете вот той коррекции, которую мы наблюдаем последние два дня, лично для меня интрига какая? Сходим ли мы на 230-232? Или опять не дадут доделать коррекцию? Сразу прибегут покупатели или кто-то будет подбычивать, как говорится, свою позицию. А следующим этапом, да, потому что, ну, не получилось вот это движение, которое в начале недели. Но вот рынок просто показал, речь шла о том, чтобы вернуться к апрельским максимуму текущего года, да, когда там было, по-моему, в районе 260. И, как я уже сказал, передвинули уже таргет прайса, да, 290-300. То есть нам уже, так сказать, господа аналитики показывают, где бумага должна быть при условии там хороших денежных потоков и так далее, и так далее. То есть есть темы для того, чтобы в эту бумагу заходить. И заходили дальше и институциональные инвесторы, и заходили спекулянты. Поэтому, да, я думаю, что мы увидим штурм этой отметки. И некоторые из моих коллег-трейдеров не исключают, что при позитивном новостном фоне в целом по нашему рынку могут попытаться к концу года вытащить. Да, вот, да, где-то к апрельским отметкам, там, может быть, чуть выше 260 даже. И там год надо закрыть, очень красиво нарисовать очень красивую картину. Поэтому я думаю, что, в принципе, бумагу это надо смотреть сейчас на подбор. Смотреть на подбор возле ближайших уровней поддержки, там, 235, 232, 230. Ну, есть, конечно, и более низкие, но пока не будем об этом. Вот 230 уровень, там, более такой серьезный. И с расчетом на то, что получить профит где-то такой спекулятивный в районе, наверное, там, 15, может быть, 20 рублей. То есть то, что это движение не состоялось в понедельник, я думаю, это, скорее, связано с перекупленностью и с тем, что на предыдущих неделях, да, бумага, так сказать, упрямая, нагло стояла лучше рынка и всем просто говорила, что вы все идиоты, все индекс падает, там, все другие бумаги падают. А вот мы такие красивые ребята, те, кто купил Роснефть, а там в один момент была очень большая покупка объемами по 25 тысяч акций, да, можете посчитать. И таких заявочек кидали очень много. Вот, и в Лондоне неплохо тоже все это происходило. Поэтому там люди заходили явно не для того, чтобы заработать нам 10-15 рублей, заходили для, так сказать, реализации следующих таргет прайсов. Ну, мы как бы спекулянты, у нас более скромный горизонт. Ну, да, мы так далеко не сможем. Будет, будет тестирование, я думаю, никуда мы не избежим. Спасибо, Леша. Дим, смотри, давайте вернемся к энергетике, ну, прежде всего, в связи с праздником, а, может быть, в большей степени в связи с выступлением первого лица государства. Как ты прокомментируешь это? Прокомментирую, что, наконец-то, вот, у нас вот получилось сигнал, которого ждали. Сигнал просто не вполне четкий. Ну, может быть, специалист по электроэнергетике узкий, да, объяснил бы его более детально. Что, скорее, для такого глобального понимания или, с точки зрения, больше, наверное, трейдинговой, понятно, что государство будет все делать не через рост нефтегаз, и это однозначно. Понятно, что, так или иначе, будет идти какая-то консолидация в отрасли. И потом будет, соответственно, естественно, в горизонте, если все будет нормально, там, 15-16-го годов, будет приватизация. И задача, фактически, государства теперь становится, ну, или правительства, точнее, в данном формате уже, да, не рост нефтегаза, а, соответственно, персоналия меняется. Ну, да, да, да. Конечно, встает вопрос о коэффициентах, да, и там любопытная ситуация. То есть, однозначно нет сигнала, да, что вот происходит ситуация обратная, да, тому, что было в свое время при господине Чубайсе. Да, просто, безусловно, да, безусловно. Ну, это уже давно началось, да, смотрите, там слияние нескольких ОГК, да, слияние вообще, скажем так, межсегментные слияния, да, в электроэнергетике. Но главное здесь в другом. Рынок однозначно воспринимает это как вот такую подготовку к перепродаже в дальнейшем по более высоким ценам. В противном случае мы бы не увидели синхронного роста ФСК и холдинга, потому что они торгуются с разными коэффициентами. Они должны были бы идти, грубо говоря, друг к другу, да. По крайней мере, ФСК не должна была бы расти. То есть, не классическая такая реакция по идее получилась. Да, да, конечно. Понятно, хорошо. Леш, вернемся к банковскому сектору. Ты говорил об интересных событиях в Сбербанке, в частности, да? Ну, Сбербанк от неплохих уровней поддержки, который нащупал, да, то есть прифы там 60-61, обычкой в районе 84. Медведи очень этот уровень били сверху вниз нещадным образом. Смотреть на это было неприятно. Я думаю, что кто-то выскочил по стопам, а может быть вышло справедливо, потому что светило там уже 81,5-80, там минус следующие 4 рубля. Но вот, слава богу, бумага пытается сейчас нам и какие-то сигналы уже какие-то спекулятивные, краткосрочные. По крайней мере, те, у кого нервы устояли, сейчас все-таки... Я бы сказал еще так, на мой взгляд, если не говорить о нефтянке, у меня такое ощущение, что за последние несколько дней Сбербанк пытается взять на себя роль как бы такого локомотива. Вытянуть индекс вверх. Понятно, что там Газпрому мешает, да, в Роснефте коррекция, Лукойл вроде бы нормальный, но Рникель никакой. Вот, и вот Сбербанк пытается на себя взять эту функцию, он периодически, ему это удавалось, и будем надеяться, что может быть вот то движение позитивное, о котором мы говорили, да, краткосрочное какое-то. Поскольку связано с разрешением финансовых проблем, да, в США и Европе, у нас Сбербанк все отыгрывает, все эти финансовые проблемы. Здесь есть технический апсайд, то есть возвращение на те уровни, откуда он валился, то есть диапазон 92-95 рублей. А у меня вот некоторые ребята из трейдеров говорят, что может быть даже 96-97 как-то они считают более. Вот, такое вот движение, он нам демонстрировал не раз, если вот мы говорим про обычку, ну и про преф тоже, по обычке вот такие сильные хорошие движения, где-то 10-15 рублей. Они могут быть достаточно резкими буквально в течение нескольких торговых сессий. Да, и шартовиков выносят, и в то же время есть реальная покупка, это видно, хорошие объемы. И вот, ну вполне можно, так сказать, все это продемонстрировать, и хорошо, что нашлась такая бумага, ввиду вот в то время, как Газпром демонстрировал нам всячески свою ужасную там слабость, и скорее всего оттуда люди выходят для ребалансировки своих портфелей. И выбирают Сбербанк, да? Да, а вот Сбербанк, наоборот, люди заходят, неплохой прогноз Герман Оскарович дал по прибыли, и, кстати, было заметно, что и определенная активизация в связи с этим связана. Конечно, неприятно, что бумага просела ниже цены размещения, но я скажу, что здесь не надо, наверное, все-таки цепляться за эту цену, потому что, на мой взгляд, все-таки время для размещения было упущено, это личное мое мнение, и поэтому в тот момент, когда размещение проходило, наверное, цена была как бы, ну вот... А технически, если рынку суждено было сходить ниже, ну вот он сходил, да, просто люди, которые заходили по 93, они явно не для того, чтобы исполнить там какой-нибудь 86-87 стоп, да, а как бы рассчитывая на возвращение бумагу там выше там 100-110 рублей, там они будут уже думать, будут фиксироваться, наверное. Я понял. Вот это интересная мысль, кто-то ее высказывал, я ее повторю, согласитесь с этим, что в связи с последними событиями основной фишкой становится Сбербанк, а Газпром теряет такое свойство. Ну, Газпром, в общем, он и должен его постепенно терять, просто опять-таки, смотря на тот фундаментальный фонд, в отрасли, да. Ну, в отрасли в целом, все-таки Газпром, он тоже порой неадекватно какие-то там поступки. Ну, там разные есть вещи, с точки зрения там иностранных инвесторов особенно, есть вещи, которые не очень любят от компаний. Но, к сожалению, да, действительно так, может быть, к счастью, кстати говоря, вообще же с декабря, там, с какого-то... 18 декабря на основе 50 бумаг, да, посмотрим, там реабилансировка, да, это хорошо. Более широкий все-таки будет индекс российский. Я согласен, что Сбербанк приобретает больший вес, может быть, действительно, фишка более интересна, хотя, естественно, Газпром по 140, это тоже замечательно, потому что можно не думать о 250, да, где он был недавно совсем, но хотя бы там от 170, уже очень здорово, да, до конца года, например, вряд ли, конечно, уже. Хотя здесь опять же Газпром, почему от него вряд ли кто-то откажется быстро, потому что Газпром это прежде всего та бумага, которая уже показывала, что, несмотря на то, что она довольно тяжелая, ее в некоторые периоды в течение, там, одной недели поднимают на 15-20 процентов. И это очень важный, очень важный аргумент в пользу того, чтобы там оставались и фонды, и крупные инвесторы, частные, ну, естественно, спекулянты. Давай добавить хочу. Да, я-то просто еще раз подчеркнусь, что я имел в виду в моменте, как бы, да, то есть вытягивать рынок наверх. А, конечно, не будут отказываться, более того, более того, и многие трейдеры, есть даже такая шутка или поговорка, что Газпром последним доделывает движение. Неплохая дивидендная доходность потенциально по итогам 2012 года ему светит, то есть там чуть больше 5 процентов. Формально рекордные. Да, то есть до этого заплатили за прошлый год 8 рублей 97 копеек, сейчас где-то там, я не помню, 7 с чем-то, 7,20, есть прогноз 7,10. Вот, поэтому фишка в том, что если будет вот это вот движение, да, о котором мы говорим, спекулятивный верх, там потянет сначала СБР, там, ну, посмотрим, что-то еще, там, энергетика, там, металлургия дешевая лежит сейчас внизу. Вот, и потом возьмутся и за Газпром, да, и вот тот, кто вышел, понятно, они ребалансируют, это их, как бы, уже планы, но тот, кто будет входить заранее сейчас, да, в принципе, неплохая дивидендная доходность, там, на 140-142 рубля получить 7, да, значит, мы еще получим, скорее всего, спекулятивный возврат куда-то, может быть, в районе, там, ну, до 170, не знаю, дотянут или нет, ну, там, в общем, могут показать где-то 160-165. Все, опять же, вот, на этом спекулятивном движении, то есть, ММВБ, если, там, 1470-1480, вот, Газпром, может быть, там, выше 150, то же самый год может закрыть, там, запросто совершенно. Просто хочу еще раз сказать, да, тема, тема интересная, неплохие дивиденды, но просто тем, кто будет заходить и захочет, например, пройти через реестр в следующем году, я бы все-таки подумал о хеджировании, хеджировании, потому что, вот, напомню, как в мае месяце, не дожидаясь где-то за, уже, там, за неделю, за две еще общий фонд, был негативный, начинают дисконтировать бумагу, поэтому где-то у вас, вот, в феврале, в марте, там, уже, начинаете хеджировать, если пойдете через реестр, хеджируйте, иначе, вот, этот дисконт, он, дивиденды, ваши съезды, вам придется очень долго потом пересиживать. Просто будете сами расстроены, потеряется смысл операции. Хеджирование фьючерсом. Да, 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 без хеджирования. Ну, в принципе, вот, 140-й уровень, ты считаешь, приемлемый. А спекулятивно, пожалуйста, да, вот, 140 для тех, кто заново заходит, пожалуйста, да. Спасибо, Леша. Сейчас снова слушаем новости на Финам.ФМ и продолжаем. Итак, продолжаем нашу программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ, финансовые недели, тема ее сегодня. Мы их подводим с Алексеем Труняевым, начальником отдела брокерской операции «Лайф Капитал» про Бизнес Банк, и Дмитрием Александровым, начальником отдела аналитических исследований институтной группы «Универ Капитал». Я обновил информацию, американцы открылись, вот, решили все-таки они немножко сегодня поторговать. И, да, держатся уверенно, с гэпчиками вверх открылись. Сипи сейчас плюс полпроцента практически, да, 1396 уже, снизу к 1400 подходит. Доу Джонс 12892 сделал, тоже почти полпроцента. Вот такая у них, такой у них настрой все-таки, да, праздничный. Плюс, да, плюс, да, праздничный. И вот то, о чем мы говорили, я сейчас посмотрел сегодня в лидерах роста, действительно, все практически, да, бумаги, связанные с энергетикой. ФСКС показало больше 7%, холдином РСК 6,2%, интерау 4,6%. Ну, то есть, внушительный такой рост, и с чем он связан, мы об этом уже сегодня поговорили. Так, у нас есть несколько вопросов, но один из них, один из них, я бы сказал, философичный. Ну, учитывая, что сегодня пятница, в конце концов, можно пофилософить, даже лучше. Итак, наш слушатель из финам.ру задает следующий вопрос. Есть, по его мнению, как минимум, есть конспирологическая версия, что правительство Соединенных Штатов Америки много лет назад запретило разработку нефтеносных месторождений на территории Штатов, рассматривая их как непрофессиональный запас. И что после этого, как вся нефть в остальном мире закончится, Штаты станут страной-монополистом. Дима, что ты по этому поводу думаешь? В этом случае единственный вариант, просто погрузить всех в хаос, у всех там не будет нефти, не будет керосина, никто не плавать, не ездит на танк, не летит, и летать не сможет. И Соединенные Штаты становятся автоматически повелителями. Ну, вот это развитие этой концепции. В действительности, конечно же, этого не произойдет, и гораздо раньше, чем мы действительно подойдем к ситуации, когда будет заканчиваться нефть, мы сумеем развить альтернативную. Ну, конечно. Не важно, будет ли это более эффективная переработка угля, будут ли это газгидраты, все что угодно. Будет ли это сланцевая какая-то нефть или что угодно еще. Много есть альтернативных источников. В любом случае, все это отодвигается, ну, как минимум, лет на 50. Ну, конечно, и потом в моменте все равно же, да, это не значит, что вот сейчас стакан раз, выпили и кончилось, и пошли, ой, мама, дай эти воды. И опять же, относительно того, кончишься, не кончишься, ведь никто на самом деле, есть оценки, оценки ресурсов потенциальных всей нефти на планете, да, никто по большому счету даже не знает, скажем, биогенное у нее происхождение или абиогенное. Если абиогенное, то она, вообще говоря, всегда генерируется, запрос в скорости и в региональной локации этого воспроизводства запасов. А взять ту же Арктику, так там еще хватит очень на много. Поэтому это, скорее, вопрос цены, сколько будет нефть стоить, да, скорее всего, много, если каких-то монетарных не произойдет пертурбации или резко не схлопнется экономика. А вот с точки зрения того, что кто-то один будет контролировать всю нефть в мире, нет, этого не будет, если только силовыми, военными методами не решат это делать. С точки зрения географии, нет. Я понял. Ну, тем не менее, история красивая такая, да? Красивая. Романтичная. Все истории заговора всегда очень красивые, именно поэтому они так притягательны. Я думаю, что где-то в глубине души американцы, конечно, лелеют, лелеют. Хотели бы, да, чтобы так получилось. Ну, по большому счету, ведь об этом, эта вещь очевидна, и о ней говорят все. Об этом говорят, об этом говорили советские ученые. Об этом говорил, скорее, Менделеев, да. Он, правда, шире говорил, что, собственно говоря, нефть использовать в качестве топлива нельзя, потому что это химическая кладовая. Но, естественно, убедить в этом невозможно, когда вот она прибыль, вот у тебя там работает мотор. Совершенно. Да, поэтому... А, кстати, вот он, называя ее химической кладовой, он, собственно, к чему склонялся-то? Чтобы ее не надо трогать, а... Нет, ее надо использовать для производства химических соединений, конечно. Более эффективно использовать. Синтез, химический синтез. Да, а здесь все телец, так называемый, золотой. Кстати, о золотом тельце я заговорил, и, если можно, Леш, буквально два слова, Дим, о золоте, о золоте, о драгоценных металлах. Ну, опять я вернусь к тому, что мы все время с вами оцениваем, да, динамику в золоте, связывая его либо, а, с ожиданиями неких эмоционных каких-то, да, событий в экономике, либо, б, это некое бегство, некое убежище. Вот, что с ним происходит, насколько он отвечает этим задачам традиционным инвестиционным, вот, потом, конечно, очень любопытно опять с точки зрения пофилософствовать, говорить о том, что золото это продукт конечный все же, да, ну, по крайней мере, наверное, на сегодняшний момент есть некий ограниченный его рисунок. Да, причем он, вроде бы, даже должен уже довольно скоро закончиться. Вот именно. Несеком, да. В физическом смысле, но, тем не менее, мы говорим о том, что существует масса производных инструментов, да, те самые фьючерсные контракты, которые, по большому счету, это золотой воздух такой, он надувается, 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 и когда-нибудь бабахнет. Ну, я могу сказать, что в этом году так плотно с этим активом, мои коллеги и я, мы так плотно не работаем. Ну, в принципе, вы рассматриваете его в качестве чего-то? Я могу сказать, почему, потому что была попытка и фактически был сломлен восходящий тренд, актив покатился вниз, и, ну, глобально, глобально, я думаю, что сейчас идет речь о восстановлении, как бы, тренда. Восходящего. Да, восстановлении восходящего тренда. Но просто вот та волатильность, которую мы наблюдали в этом году, в этом году, там можно посмотреть, да, или графику, видите, там, здесь все пляски, в частности, и, так сказать, фьючерсы на золото у нас тоже, да, то есть вот за последние две недели я посмотрел, то есть у нас позиции, как бы, по ним не было, но там, в общем, такие фокусы. И было видно, что, как бы, тоже такой классической корреляции, да, то есть если мы говорили, были разговоры, там, год назад, два года назад, особенно в прошлом году о том, что золото это спасительный актив, да, центральные банки скупают и так далее. Кстати, и Китай тоже нефть скупал, да, и нефть, и золото скупал, там, избавляясь от долларов, то вот за последнее время как-то эта идея, мне кажется, забуксовала, то есть мы увидели, что так же там может быть фиксация, и что, как бы, не любой, любой актив, его нельзя рассматривать как вечный, абсолютный, как бы, источник прибыли. Да, на это прибыль течет, но не избавляет тебя необходимости при смене тренда, сломе этого тренда, фиксироваться, выходить, для того, чтобы где-то на более низких уровнях формировать позицию. Я думаю, что, скорее всего, поскольку у нас печатные станки работают, какая-то часть этих напечатанных денег будет перетекать и туда. Логично, по крайней мере. Да, но как-то какой-то особой эйфории, впадать в эйфорию. Ну, там, две тысячи, две пятьсот, там, или сколько. Ну, там, технически надо смотреть, наверное, как получится. Дим, я согласен с Алексеем здесь тоже. Во всяком случае, локально, я с золота, что-нибудь локально, в течение нескольких месяцев, грубо говоря, до лета следующего, я не рассматриваю золото как защитный актив. Более того, если мы посмотрим на, как раз таки, динамику последнего падения после запуска УЕ, то когда падал американский рынок, падал евро, падала нефть, золото падало примерно теми же темпами. Это примерно иллюстрация начала кризиса 2008 года, когда золото просело очень активно, когда по нему крыли позиции. То есть, грубо говоря, бегство в качестве, в доллар, да, условное, можно закавычить его 100 миллионов раз, но тем не менее. Другой альтернатив, да нет у нас. Это условное качество, но тем не менее, это так. Да, 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 это качество. Поэтому я считаю, что, особенно если посмотреть на фундамент, то, скажем, Индия сократила закупки золота. Сейчас такая пауза взята. Мы сходную паузу меньшего масштаба просто видели несколько лет назад. После этого... Несколько лет, это сколько? До кризиса, после кризиса? После кризиса, да. После этого пошел еще один, да, восстановление. 650, я помню, осенью 2008 года, вот 650. А потом вот пошло движение там выше полутора тысяч. И, может быть, мы действительно видим такую, может быть, такая вырожденная локальная четвертая волна, да, большого восходящего цикла. И тогда мы действительно увидим пятую в район 2500 или выше. Но без очевидного разгона инфляции, я себе это слабо представляю, пока даже в информполе слухи ходят о том, что ФРС реально еще не запустила КУЕ. Да, поэтому на этом фоне сложен. Ну, это как бы попытка на опережение, да, но по факту ничего. Да, то есть кто хочет купить золото сейчас, можем попытаться это сделать. Вот, если будет стагнация, а она будет, скорее всего, сопровождаться дефляцией довольно жесткой в США, золото никак не будет защитным активом. Против рубля? Да, может быть, да, но не против золота. То есть это не для фьючерса. Ну, понятно. Это для инвестиционной монеты, может быть, решение, безусловно. То есть в физическом смысле золото. Да. В России, да, в России это имеет смысл. А с точки зрения работы на мировых рынках, события показали, что такой же актив технически надо смотреть и с холодной головой оценивать. Просто так вот садиться там и сидеть. Да, ничего лишнего не надо, да, вот эта идея защита. Все, забираю, защищен. Абсолютно защиты нет. Особенно во фьючерсе. Тем более, да. Такой же, действительно, такой же актив, он также туда-сюда ходит, может, какие-то у него есть преимущества в плане восходящего движения и так далее. И буквально коротенько, Леша, что у нас в следующей неделе нам ждать, учитывая конец месяца? Я думаю, что могут быть всплески волатильности, да, то есть вот сейчас по Европе, по Штатам, по Европе, то, о чем мы говорили в начале передачи, еще раз, наверное, надо повториться. То есть если будут какие-то серьезные позитивные сигналы, да, какие-то реальные договоренности, не просто какие-то откладывания еще там на неделю, на месяц, то движение восходящее и в Штатах может получить свое продолжение. Да, речь идет об восстановлении Доу Джонса к отметке, там, скажем, 13... 1350, вот. И у нас, соответственно, тоже, наверное, какое-то, наконец-то, прохождение снизу вверх тогда случится 1420. Тут просто вот мы говорим, но эти уровни настолько рядом находятся, да, то есть, по идее, в масштабах вот daily, там, если в масштабах weekly, то есть это все ерунда. Ну, конечно. Но, тем не менее, будем говорить об этом, да, вот через каждые 10-15 пунктов у нас такой рост, как бы, с откатами назад. Может быть, все-таки быки воспрянут, одержат какую-то очередную победу. Будем надеяться, Дим. В целом, я тоже на это, конечно же, надеюсь, но, скорее всего, будет продолжаться вот эта болтанка. Может быть, да, может быть, либо понедельник, либо четверг, может быть, принесут какое-то восходящее движение. Но, скорее, более вероятно, к сожалению, вот такое продолжение болтанки. Я понял. Спасибо. Спасибо, Леша, спасибо, Дима. Уважаемые слушатели, анонс «Миф о 90-х», анатомия лжи сразу после новостей о гадарских реформах, говорят Юрий Праньку и Владимир Назаров. Спасибо за внимание. Это «Сухой остаток» и Олег Дмитриев. Успехов на рынке. Счастливо. Спасибо. Спасибо.